Я адекватный человек, а не чертов паранойи. Не здороваюсь. Хам! А чё это ты не здороваешься? Я вот с тобой здороваюсь. Здравствуй! А, стой! Да ты тот самый чувак, который ныл, что его канал побанил чуть ли не Путин лично, и что администрация русского ютуба контролируется Кремлем. На просторах русского ютуба блокируются только оппозиционные видео. Да ладно! Ютуб России служит Путину. Владимир, Путин и Кремль совсем охусти! Они кидаются страйками, блокируют оппозиционные каналы! Чувак, я получал страйки неоднократно. Мой канал дважды полностью блокировали. И при этом я долбаный ватник. И я не ору, что администрация ютуба продалась сектам, долбославам или аметистам. Так что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так что ты там просишь? Я прошу каждого своего зрителя, я прошу вас сомневаться и думать. Вообще красава! Куда лайки ставить? Ты не должен верить никому на слово. Запомни это, сомневайся и проверяй все, что ты слышишь, вне зависимости от того, кто делает заявление. Пытайся найти истину. Проверь, в частности, и мое каждое слово. Ну вот мы сегодня и проверим, не пытается ли обмануть нас канал Быть Или. Проверять сегодня мы будем утверждение Быть Или о религии, в частности о Пасхе. Достоверную ли информацию он нам предоставляет? Быть Или пытается... Объяснить, что именно они празднуют в этот день. Что такое Пасха? Почему она названа так? А, ну, наверное, он, как атеист, будет уверять нас, что никакого воскресения Христа не было. Объяснить, что Пасха – это еврейский праздник под названием Песах или Пейсах. День, когда Бог своей десятой карой египетской решил убить всех первенцев, дабы заставить фараона отпустить народ Израиля из Египта. Эээ, чувак, ты вообще как? С тобой вообще всё в порядке? Я адекватный человек, а не чёртов паранойю. Так вот, слово Песах переводится с еврита как «миновал» или «прошёл мимо». Ведь перед тем, как убить всех первенцев, Бог через Моисея передал всем евреям лайфхак, как избежать участи египтян. Всё было просто. Надо было заколоть ягнёнка и его кровью обмазать себе дверей. И во всей этой истории мне больше всего жалко ягнёнка. В чём виноваты они, я до сих пор не понимаю. Не, ну, у нас, конечно, много сегодня всяких веганов. Но, чувак, почему тебе жалко ветхозаветных ягнят и не жалко огромного количества скота, который забивается сегодня? Да, Песах действительно переводится как «миновал». Да только Пасха и Песах – это два разных, мать твою, праздника. Или ты людей с одинаковыми именами тоже за одного и того же человека считаешь? Тем не менее, после этого обряда евреев миновала десятая казнь, после чего фараон отпустил народ Израиля. Собственно говоря, они это и празднули. Да, они именно это и празднуют. Они – это иудеи! Христиане же празднуют воскресение Христа. И это совершенно другой праздник. Блин, чувак, ты серьёзно? Ты даже статью на Википедии не в силах прочитать? Это был христиан, был свой праздник. Они немного видоизменили праздник евреев. И под это всё дело из Нового Завета подтянули воскресение Христово. Вот же ж гадкие попы, а! Да, то у славян праздников понапёрли, то у евреев ну ничего своего нет. Подтянули воскресение Христово, да. Конечно, ведь для христиан это событие было так неважно. Вот повод для праздника нужен был. Вот и подтянули, да. То есть мой злобный двойник в белой маске на полном серьёзе не знает, что для христиан смерть и воскресение Христа это центральный момент всей религии. Ещё апостол Павел писал. Пасха наша Христос, заклан за нас. Первое послание коринфянам. И вообще не складушки какие-то получается. То мой злобный двойник говорит, что празднует в этот день исход из Египта, то глаголит, что подтянули под это дело воскресение Христово. Ну ты уж определись. Но есть последняя категория людей, озлобленных людей, для которых сам факт, что Пасха это бесок, оскорбление их чувств. И вы знаете, да, безусловно, мои чувства это оскорбляет. Только не чувство верующего, а чувство мыслящего. Что этот чувак несёт? Мне очень стыдно объяснять такие элементарные вещи. Ну уж придётся немного рассказать. Ведь под этим мракобесием собралось аж 11 тысяч лайков. И так вкратце. Да, праздники имеют одинаковое название. И символика с генеалогией христианской Пасхи связана с Пасхой Иудейской. Но это два разных праздника, посвящённых разным событиям. Христиане не отмечают исход евреев на Пасху, так же как и евреи не отмечают воскресение Христа на Песах. Да, в первые века некоторые общины праздновали Пасху в один день с Песахом. Но позже, чтобы особо умные люди не путали эти два разных праздника, христианскую Пасху запретили праздновать в один день с Песахом. Седьмое апостольское правило гласит, если кто, епископ или пресвитер, или диакон, святой день Пасхи, прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет, да будет извержен от священного чина. Ягнёнок, кровью которого ветхозаветные иудеи мазали свои двери, чтобы смерть прошла мимо, христианами воспринимается как прообраз Христа, из-за крови которого смерть также проходит мимо человека. И в целом, ветхозаветная Пасха для христиан является лишь прообразом, собственно, христианской Пасхи. Это всё общеизвестные факты. Я надеюсь, вы не дураки, как мой злобный двойник в белой маске, и сможете хотя бы Википедию открыть. И что же мы имеем в итоге? Быть или обещал рассказать нам... Что такое Пасха? Почему она названа так? Но выдал какую-то странную мракопесную фигню, которую он непонятно откуда взял, с чего-то сделав компоты с Писахой и Пасхи. Ага, погодите, я, кажется, понял, где он всю эту чушь подсмотрел. Что касается самих попов, то на вопрос о том, почему праздник называется Пасхой, они начинают удивительным образом ондулировать. Правда, он и Невзорова переврал. Невзоров хоть и мракопес, который учит лошадей читать, но всё-таки вроде не смешивал два этих праздника. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень чётко установлена. Здесь причины в жертвенной крови. Тебе решать, быть или... Ну, раз решать мне, то я выбираю не быть. Не быть той ахиней, которую ты вещаешь в своём видео. Так что подписывайтесь. А если вы кремлеботы, то накрутите мне лайки, а чего вам стоит? И, конечно же, выражайте своё купленное Кремлём мнение в комментариях. И помните... Невежество можно побороть только с помощью интеллекта. Не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok